Привет всем! В эфире программа «Классный час» на Беларусь 4 Гомель. Эту программу для вас проведём мы, Андрей Гришков и Ксения Галецкая. Сегодня в программе... Легко ли быть спасателем? Всё о тонкостях профессии пожарного в рубрике «Хочу на работу». Вы познакомитесь с талантливыми актёрами и режиссёром детского театра эстрады «Амадеус» из Речицы. В рубрике «Моё здоровье» косметолог расскажет об особенностях ухода за лицом подростков. Когда счёт идёт на секунды? Как правильно оказать первую помощь или дело волонтёра? Почему так важна забота и поддержка, расскажут члены общества «Красного креста». Секретные ингредиенты несекретного блюда. В рубрике «Молодёжная кухня» мы поглубже познакомимся с белорусскими кулинарными традициями. Андрей, мне недавно стало любопытно, какая профессия самая опасная. И? Я загуглила. И? Оказывается, самая опасная – вальчик леса. А я думал сапёр. Нет, сапёр на пятом, на втором – шахтёр, на третьем – пожарные, а на четвёртом – мойщик окон небоскрёбов. Мойщик окон небоскрёбов – интересная профессия. Я думаю, она очень хорошо оплачивается. Этого я не знаю. Но она, как и остальные, сопряжена с огромным риском. Кроме умения мыть окна, нужно обладать навыками промышленного альпинизма и не бояться высоты. Как ты считаешь, ты бы смогла? Думаю, нет. А ты? А я думаю, что да. Почему нет? Я не боюсь высоты, но я думаю, что я бы не очень хотел заниматься этой профессией. Андрей, я знаю, ты собираешься стать переводчиком. Но если бы твой выбор состоял только из этих пяти опасных профессий, кем бы ты стал? Ну, точно не сапёром. Работа в шахте меня тоже не привлекает. Вальщик леса из меня тоже не худышный. Ну, а небоскрёба в Беларуси просто нет. Поэтому я думаю, я бы попробовал себя в роли спасателя. Кстати, я этим уже занялся. Давай посмотрим, что из этого получилось. В эфире рубрика «Хочу на работу». Субтитры подогнал «Симон» Привет всем! С вами Андрей Гришков. И сегодня я постараюсь узнать, что значит быть настоящим спасателем. Сейчас со мной стоит вдовенка Алексей. И сегодня он будет моим гидом в лице МЧС. Лёша, расскажи мне о специальной одежде пожарного. Это одежда спасателя пожарного, которая сохраняет его жизнь в чрезвычайной ситуации. Она выдерживает достаточно высокую температуру только на несколько секунд. Ну, вообще, я расскажу о этой одежде. У него есть шлем. Также здесь есть забрал. Которую он закрывает, чтобы сохранить его лицо. Также есть перерина. Это закрывает его воротник, чтобы туда не попадал уголь. Также у него есть куртка, которая защищает его тело, на которой крепится вот такой пояс. На него может крепиться, например, это специальный ствол, который он может потом достать, присоединить рукав и начинать тушить возгорание. Также есть такие перчатки, которые называются краги. Они защищают его запястье и руки, вот, например, вот до этого вот места. Также это штаны и резиновые сапоги. Одежда выдерживает температуру до 300 градусов, но не более 10 секунд. Настоящий пожарный должен надеть свою всю экипировку за 18 секунд. Сейчас посмотрим, как у нас это получится. Давай. Время пошло. 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну что, Леша справился за 50 секунд, а я справился за минуту 15. Я правильно вообще наделся? Ну, в принципе, одежда одета правильно, но я ему немного тоже зажал ремень, ну и подкасал штаны, и можно смело отправляться в бой. Какова наша задача? Нам необходимо в задумленном помещении найти пострадавшего. Пожарный расчет работает так. Начальник караула идет вперед и командует своим отделением. Также он должен говорить по рации, куда они направляются и что необходимо делать. В задумленном помещении также очень важно опираться на стену, чтобы не потеряться. Ну вот, пострадавший найден. Мы должны проверить его пульс. Также мы должны проверить его дыхание. Дыхание пульс норме, и должны мы его выносить. Если есть какие-либо травмы, мы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Ну что, пошли? Дыхание пульса отсутствует. Должны приступить к сердечно-легочной реанимации. Запрокидываем голову назад, открываем рот, закрываем нос и делаем два глубоких вдоха. После этого мы делаем 30 нажатий. Мы визуально делим грудную клетку на три части. И на стыке между второй и третьей частью мы пользуем руки вот таким вот образом. И делаем 30 нажатий. Главное, чтобы у нас локти не сгибались. А как зовут нашего условного потерпевшего? Условно его зовут Ваня. Ваня, мы тебя спасли. Это наша комната-тренажер, где мы отрабатываем навыки спасения человека, который проводился под лёд. Спасите, помогите! Для начала, наверное, надо спасти его, да? Как ты это сделаешь? Я думаю, я к нему подойду. Пойду к нему, пойду, пойду, пойду. Спасите, помогите! Подожду, возьму. Вот, ты допустил огромную ошибку, ты встал около пострадавшего и провалился вместе с ним. Давай я объясню, как это сделать правильно. Спасите, помогите! Для этого нам необходимо взять подручный материал. Это можно связать верёвку из одежды, в которой мы находимся. Либо найти клюшку, если ребята играли в хоккей, либо какую-либо... Или какую-нибудь палку. Для этого мы должны встать на безопасное расстояние. Лечь. Спасите, помогите! Чтобы равномерно распределить массу на лёд. И протягивать к его руке. После этого мы его тянем. И так же, как мы заходили, мы уходим. Спасибо. Спасибо. Расскажи, а почему ты выбрал именно эту профессию? Ну, я считаю, что это очень благородная профессия. Всегда хотел я делать людям добро, помогать их и выручать в трудную минуту. Лёша, я так понимаю, у нас горит бензоколонка? Да, это визуальное приложение сделало так, что у нас горит бензоколонка. Точнее, у нас разлит бензин и идёт возгорание. Мы первым делом должны вызвать спасателей пожарных по номеру 101 либо 112. Сообщить им об этом возгорании. И после чего мы должны приступить к тушению. У нас пожар. Автомобиль. В этой комнате мы знакомимся с нашим героем Центра безопасности, которого зовут Спасайка. Здесь он рассказывает детям, как стоит себя вести или как не стоит вести себя в чрезвычайные ситуации. После того, как мы посмотрели этот обучающий видеоролик, на терминалах мы можем начать тестирование, чтобы проверить, как мы усвоили эти навыки. Так, можно ли прятаться от пожара в шкафу или под кроватью? Ну, нельзя, конечно же. Так, к чему могут привести игры со спичками? К пожару. Ты почувствовал запах газа. Твои действия. Ну, конечно же, я отключу газ, открою окно, выйду из квартиры и позову взрослых. А что я буду делать, если загорится электроприбор? Выйду из квартиры, сообщу взрослым и перед выходом по возможности постараюсь вытащить шнур электроприбора из розетки. Открою ли я окно во время пожара? Я думаю, что нет. Хотя, да, открою, чтобы вытрелся дым. Нет, этого не стоит делать, так как если ты откроешь окно, то пойдет воздух и, наоборот, пожар разгорится еще больше. Этого нельзя ни в коем случае делать. Андрей, ты прошел тест два раза, 9 из 9. Думаю, ты прирожденный спасатель. А тебе спасибо за то, что ты познакомил меня с Центром Безопасности Лицея МЧС. Это была рубрика «Хочу на работу». Всем пока-пока. Это программа «Классный час» и мы продолжаем. Наша следующая гостья очень талантливый человек. Она актриса, режиссер, преподаватель сценической речи и актерского мастерства. Долгое время работала в Москве, а сегодня является руководителем и режиссером Народного театра Реческого городского дворца культуры. У нас в гостях Ирина Станиславовна Майорова. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего началась ваша любовь к театру? Ну, как у каждого человека, любовь зарождается, наверное, в детстве к какому-то делу. Когда я была в вашем возрасте, я собирала всех своих соседей во дворе, и мы репетировали придуманные нами же всякие пьесы, сказки интересные, и показывали их родителям на семейных вечерах, днях рождения. Ирина Станиславовна, кем вы хотели стать в детстве? А вот в детстве я хотела стать ткачихой. Почему я хотела стать ткачихой? Хотела стать ткачихой, потому что меня завораживали моменты, когда показывали по телевизору ткацкие станки, и там очень много было ниточек, и вот эти девушки ходили, там все это перебирали, и мне казалось, что это какой-то огромный орган, на котором они так интересно играют. Вот это было здорово. Ну а попозже я уже очень серьезно хотела быть художником. То есть я занималась в художественной школе, и мечтала быть именно живописцем, портретистом, и очень много времени уделяла именно вот этому. А какое вы получили образование? Образование получила разностороннее. После школы я поступила в Могилевское культурно-просветительное училище Мини-Крупской, закончила его с отличием, это был театральный факультет. Какими были ваши первые актерские шаги? Первые актерские шаги были именно в училище, в театральном факультете. Я играла там очень серьезные роли в отрывках, я познакомилась там с Шекспиром, я играла Джульетту, я играла Гертруду в Укращении с Траптивой, и даже королеву Гертруду в Гамлете. Расскажите о московском периоде в вашей жизни. Люди мечтают о многом, да, есть мечты, планы, карьера. И когда я поняла, что Минский витап в моей жизни уже как бы подошел к определенной черте, я взяла билет, села на поезд и поехала в Москву вот так вот никуда. Я была в себе очень уверена, я хотела покорить Москву. Москва дает очень большие возможности для творческих людей. Я впитывала как губка все, что я видела. Мне повезло, я встретила много профессионалов высокого класса. Мне повезло, я была педагогом театрального искусства, сценической речи, этикета в комитете конкурса красоты «Мисс Россия». Недолго, но была. Я была педагогом в модельных агентствах. Это Виде Вичи и Маклэрон, Ламбертин Гарсиа, и также частная студия Веста. Я продолжала сниматься на телевидении, в кино. И работала год на телеканале ТВ-6. Был такой канал у нас на Востанкино. Программа называлась «День за днем». Вот что-то вроде вашего формата, только это была утренняя, ежедневная программа. Но, к сожалению, в Москве все очень быстро меняется. Там очень подвижный город. И через какой-то период этот канал наш закрыли. Вот. И с телевидением я как бы попрощалась в этот момент. Дальше у меня опять-таки началась работа педагогическая. Я была приглашена педагогом по актерскому мастерству и сцен речи в школу актерскую под руководством народного артиста РФ Владимира Алексеевича Конкина при киностудии Горького, при агентстве «Амаркорт». Какие роли в театре и кино вы считаете у вас получились самыми яркими? В театре одна из моих любимых ролей – это была роль в такой пьесе «Восемь женщин». Роберт Томат – это такой детектив театральный. И там играют одни актрисы. Я играла пьерету, такую своеобразную особу. Вот она мне казалась наиболее интересной как образ. Ну, вообще, актеры все любят свои роли все, наверное, потому что рождение роли – это как рождение ребенка. Ты ее вынашиваешь, ты ее продумываешь, ты ее фантазируешь, ты пробуешь, ошибаешься. Что-то получается, что-то нет. Иногда очень мучительно происходит. Мы знаем, что вы снимались в фильмах голливудского режиссера Минахи Маголана. Вы знаете, очень много судьба дает, да, вот от случая зависит бывает, да. Вот я просто шла по киностудии, я тогда вернулась из Дании, где год тоже работала. И я пришла в актерский отдел просто обновить свои фотографии, закинуть в картотеку и так далее. И меня нашла ассистентка по актерам. Она услышала, что я немножечко так чирикаю по-английски. И она говорит, ну-ка идем со мной. И привели меня прямо сразу на кастинг к режиссеру. Вот так как с вами мы встретились, Минахи, он посмотрел на меня, сказал, good face for cinema, чтобы сначала хорошее лицо для кино. Вот. И меня утвердили на его фильмы. Я снялась в трех его картинах. Но, скажу сразу, главных ролей там белорусским артистам не доставалось почему-то. Это, видимо, сыграло роль, что практически никто не знал английский язык свободно. Поэтому самое большое, на что мы могли рассчитывать, это хорошие эпизоды. Вот мне эти эпизоды дали. Я могу похвастаться, что в одном из фильмов, который назывался «Путь к славе», я снималась вместе в кадре с тенором известным в Израиле, Дуду Фишери. Этот человек очень талантливый, он певец, он мировая звезда, он пел с Монсеррат Кабалье. И вот вместе с ним мы играли в эпизоде. Вообще, очень интересные были впечатления об этом опыте у меня. Я видела, как работают на площадке голливудские актеры, как общаются люди со всего мира. Там были немецкие артисты, израильские, голливудские артисты. Очень много было интересного. И объединяла всех такая дружба, желание поучиться друг у друга, подглядеть что-то, посоветоваться. Менахим Голлан – это старейший был режиссер Голливуда, который начинал еще при черно-белом кино. Он снимал Мерлин Монро. Он снимал Шерон Стоун. Это его открытие было, она в его фильмах появилась первая. Он снимал такого в свое время известного Ван Дамм актера, который в боевых искусствах преодолел очень много всяких там преград. И стал очень и талантливым спортсменом, и талантливым артистом. Два года назад я пережила очень тяжелую болезнь. И немножко повредились у меня нервы на лице. Поэтому сейчас я не такая, как раньше. Но тогда я еще была здорова и красивая. Поэтому я действительно училась в школе моделей манекенщиц, в национальной школе моделей манекенщиц Саши Варламова. Он тогда начинал у нас. Я была одна из первых его выпускниц. Как вы оказались в речи? Настал такой момент, когда я поняла, что это будет самое правильное сейчас решение на данный этап в моей жизни, чтобы я вернулась в Белоруссию. Я не боюсь изменений в своей жизни, всяких зигзагов, судьбы. Это даже новый опыт, новые интересные какие-то впечатления. И, по-моему, я неплохо нашла себя и в речице. Я поняла, что моя деятельность кому-то нужна. Я кому-то помогаю раскрыться. Я кому-то делаю трамплин в жизни, да, предоставляя возможность. Ведь у меня очень много ребят поступило потом и на актерские отделения. Мы даже в Москву штурмуем. И в Белоруссии многие поступили. Кто-то пошел на режиссуру, кто-то пошел в певцы. Это важно, чтобы вот таким маленьким, как вы, детям дать возможность найти себя, попробовать в таком вот деле. Мы знаем, что Рому Святцева готовили вы к конкурсу ведущих, в котором мы тоже принимали участие. Рома Святцев, он же не только житель города, он еще и участник моего коллектива детского театра эстрады. При центре творчества детей и молодежи в городе Речица. И театр это называется «Амадеус». Я его подготовила, потому что я считала, что он может быть достойным телеведущим. У него есть определенная харизма. И у других наших ребят тоже. Дима Капуза, который здесь у вас тоже ведущим работает. И Наташа Коршакова. Они у меня, вот Наташа тоже занималась в моем коллективе. Поэтому я очень горжусь, что речичане понравились вашему руководству. Они победили. И готовились мы очень основательно. Мы старались прежде всего сделать акцент на индивидуальности каждого ребенка, чтобы он раскрылся. И ребята очень серьезно к этому относились. Молодцы. Сейчас мы предлагаем посмотреть небольшой фрагмент одного из ваших последних спектаклей. После чего мы и продолжим наш разговор. Что-то дикое происходит во дворце. Сначала появляется странный шут. Затем недотепа повар. И на безобразничав они исчезают бесследно. Без конца меняю стражников. Но они все равно выпускают принца и впускают к нему, кого попало. Уже даже не зная, кого представить к Альберту, все как будто с ума посходили. Вот и принцесса Брунгильдас, выбранная с жены для принца. Оказалось, такая нахалка. Ужас! Ваше Величество, но нужно немедленно женить принца. Да на ком? Ну, почему обязательно на принцессе? Можно выбрать невесту из своих дам. Все они родовиты. А что самое главное, преданы вам, Ваше Величество. А что? Неплохая идея. Не думаю, чтобы кто-то из моих придворных дам осмелился бы перечить мне, даже став королевой. Никто не осмелится, Ваше Величество. Вас все так любят, так преклоняются перед вами. Ну, кого же мне из моих придворных дам выбрать жены для принца? Молодую, конечно. Молодость не так важна, как знатность. Выбрать нужно самую знатную из всех. Пусть она будет даже старше принца. Вы предлагаете себя, Матильда? За себя? За свою верность я могу поручиться? Я за себя тоже могу поручиться. Ах, хорошо, хорошо. Матильда, готовьтесь к свадьбе. Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность. Матильда. И сообщите о нашем решении принцу. Ваше Величество. Идите, Агнеса. Я хочу побыть одна. Ваше Величество. Агнеса, идите. Ухожу. Расчет. Что же делать? Что же делать? Будем готовиться к свадьбе! Как видите, у нас в студии появились новые гости. Небезызвестный вам наш коллега Роман Святцев. Рома, привет. Привет. Сегодня Рома в студии в роли актера детского театра эстрады «Амадеус». А также у нас в гостях актриса Народного театра Реческого городского дворца культуры Людмила Кулага. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, о чем спектакль, фрагмент которого мы только что видели? Идея спектакля заключается в том извечной теме отцов и детей. То есть детям нужно давать больше воли и доверия. Потому что родители часто направляют детей не в то русло, которое нужно самому ребенку. Рома, помогает ли тебе занятие в студии «Амадеус» в ведении программы «Классный час»? Ну, конечно же, помогают. Меня вообще студия «Амадеус» сюда и привела. Был конкурс «Юная телезвезда». Елена Станиславовна говорит как-то раз, «Рома, там юная телезвезда, сходи, а то как-то будет неприлично, что все пошли, а мы нет». Ну, районный этап я прошел, дальше историю все знают, было очень интересно, красиво. И в итоге оказался тут. И тут мне пригодилась вторая вещь, которую мне дал театр «Амадеус». Это импровизация. Вещь хорошая, особенно когда ты забываешь текст, но помнишь про что следующий вопрос. Но есть одно но. Пользоваться нужно очень аккуратно. Ну, а вот третье, это, наверное, уже всякие такие моменты, которые а-ля ведение себя, голос, который может быть поставлен. Ты можешь просто говорить как терминатор, можешь говорить как маленькая белочка. Ну, в общем, разные такие фишки они делают. Из простого актера, актера повыше. А меня они сразу поставили на телеведущего. На данный момент какая у тебя самая любимая роль? Самая любимая роль – это роль волка. Вот я участвовал в скольких, в трех спектаклях. У меня была роль волка, у меня была роль собаки-хулигана. Ну, как хулигана, он просто очень обиженный. У него забрали девушку, место жительства и еду. Ну, долгая история. И роль отца малыша в сказке «Малыши Карлсон». И режиссер-то там еще. Да. Я даже почувствовал себя режиссером. Но самое любимое – это роль волка. Мне, если нравится персонаж, я вживаюсь в его роль. И мне очень понравился этот волк тем, что, ну, казалось, он просто хочет есть. А его за это побили и выкинули. Именно проникновение к этому персонажу меня не побудило к тому, что я его полюбил. Ирина Станиславовна, что вы можете сказать об актерских способностях Ромы? Рома, он обладает очень важным качеством для любого артиста в любом жанре – это харизмой. Вот он не похож на других. Он умеет импровизировать. Он хорошо владеет, в принципе, вот быстротой реакцией. Вот когда мы делали всякие такие стендапы импровизационные на любую тему, у нас такое упражнение было. Вот он очень быстро начинал рассказывать о всяких предметах и так далее. Вот я считаю, что он даже действительно больше ведущий, чем актер театральный. Потому что он именно такой вот медийный, мне кажется, парень. Играет он по-разному. У него все от настроения зависит, к сожалению. Сегодня он хочет сыграть, он сыграет, завтра хочет дурака повалять, будет дурака валять. Но вообще он работоспособный парень, за что я очень люблю. Ирина Станиславовна, какие постановки вам интересно делать с народным театром и детским? Так как я очень люблю мюзикл и сама вот участвовала в мюзиклах, и пела, и танцевала, мне очень нравится этот жанр. Поэтому я стараюсь делать спектакли немножко шоу такие. Поэтому вот в репертуаре наших театров музыкальные спектакли. Это «Поиграем вместе сказку», это мюзикл детский. По сюжету «Волк и семеро козлят», да, у нас все поют, там танцуют, практически вокальный полностью спектакль. У нас «Малыши Карлсон» спектакль тоже, мы использовали там такую джазовую музыку, да, очень такую своеобразную американскую. Под эпоху. Под эпоху, да, 50-х годов, 60-х. У нас музыкальный спектакль такой очень социальной направленности, это правдивая история жизни бродячих собак. Вот, казалось бы, как можно сделать из этого какое-то шоу или еще что-то, а он у нас вообще минимальный такой, в стиле минимализма этот спектакль. Нет ни декораций ярких, ни костюмов таких ярких, каких-то особенных. Практически актеры в черном трико все это играют, но удивительно, что воздействие на зрителя было очень максимальным. А использовали мы там очень много разных музыкальных фрагментов. Каждый монолог собаки брошенной, он был оформлен именно музыкальной подложкой, которая соответствовала этому моменту. И в Большом нашем народном театре, мы его так называем, Большой и Малый театр, где играют, часто, кстати, играют актеры из одного и из другого театра в спектаклях. Да, почему тайна? Это наша традиция, мы друг другу помогаем. Тоже музыкальный спектакль. Первый, который я поставила, это был мюзикл «Приключения в римских музыкантов в новогоднем королевстве». Спектакль, который я придумала по сюжету мультфильма. Мы постарались использовать музыку оригинальную Гладкова, но по-своему это там немножко вспели, по-своему станцевали, сюжет по-другому завернули. Очень такой был любимый наш спектакль. Люда там у нас дебютировала тоже. Дальше у нас был спектакль «Сумасшедший вирус или принц-актер». Тоже там пели мы и танцевали. И сейчас вот у нас последний музыкальный спектакль – это «Не лги мне, Кэти». Мы мечтаем о том, чтобы в Речице был профессиональный театр на базе нашего народного театра. Какие вы бы дали советы начинающим актерам? Учить свои роли, быть смелее, получать удовольствие от выступления на сцене. Посоветую, что не бояться, не сутулиться и за полчаса до выступления не есть. А если что, то просто проникнуться персонажем, постараться по крайней мере. А я хочу пожелать всем ребятам, вашим телезрителям никогда не отступать от своей мечты, чтобы не было верить в себя, знать, что все неудачи – только это вам галочка для того, чтобы вы над чем-то еще поработали и двигаться вперед к своей мечте всегда. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Мы желаем вам успехов и новых, очень интересных ролей. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. С вами снова мы, Андрей Крешков и Ксения Галецкая. Сейчас хочется узнать, чем закончился поход Юлии Говар к косметологу. В эфире рубрика «Мое здоровье». Всем привет. В эфире рубрика «Мое здоровье». Меня зовут Юлия Говар. Сегодня, я думаю, вам, так как мне, будет интересно узнать, почему возникают черные точки и как с ними бороться. Об этом не только расскажет врач-косметолог. Здравствуйте, Марина Федоровна. Расскажите, пожалуйста, почему образуются черные точки? Черные точки образуются по нескольким причинам. Первая причина – это избыточная продукция половых гормонов. Вторая причина – это избыточная продукция кожного сала, гиперкератоз волосяных фолликулов, недостаточность цинка и население кожи микроорганизмами. Чаще всего это пропионы бактериум акне и эпидермальный стафилококк. Как правильно ухаживать за кожей с прыщами? Когда мы говорим об уходе за кожей с прыщами, мы должны здесь выделять несколько моментов. Первый момент – это уход дома и уход в условиях косметологического кабинета. Когда мы говорим о уходе дома, прежде всего для кожи нужно адекватное очищение. Когда кожа с прыщами, это, как правило, либо жирный тип кожи, либо комбинированный. И в данной ситуации лучше использовать либо очищающую пенку, либо очищающий гель, который будет хорошо не только очищать, отшелушивать кожу, но и являться прекрасными себорегуляторами. То есть они будут нормализовать работу сальных желез. Кроме очищения кожи, как и другим типам кожи, необходима защита от солнца. Крем должен содержать… Ну, самый оптимальный вариант, чтобы он содержал и физический, и химический фактор защиты. Тридцатка, либо пятидесятка. Крем должен быть увлажняющим и себорегулирующим. То есть он должен регулировать работу сальных желез. Если мы говорим об уходе в салонах, то чаще всего нам предлагают маски какие-то противовоспалительные, очищающие, пилинги, которые обладают не только противовоспалительным действием, но и отшелушивающим, выравнивающим рельеф лица. Чистке лица на сегодняшний день большое внимание уделяется. То есть чистки бывают тоже разные. Есть ультразвуковая чистка, механическая, травматическая. Влияет ли питание на красоту кожи лица? На красоту кожи влияет не только питание, но и гормональное состояние пациента. Если говорить конкретно о питании и конкретно о угревой болезни, то нужно исключить из рациона продукты гистаминолиберины. К этим продуктам следует отнести молоко, кофе, шоколад, цитрусовые. Они способствуют тому, что вырабатывается большое количество кожного сала. Это, в свою очередь, приводит к закупорке волосяных фолликулов и приводит к образованию чёрных точек. Как солнце влияет на прыщи? Солнце тоже оказывает влияние на формирование прыщей. Дело в том, что бытует такое мнение, что солнце подсушивает элементы, которые находятся на лице. Но есть и обратная сторона влияния солнца на прыщи, на угри. Дело в том, что солнце не только подсушивает элементы, но оно пересушивает в целом кожу, что способствует тому, что будет затруднен выход кожного сала на поверхность. Марина Фёдоровна, спасибо вам большое за полезную информацию. Что бы вы ещё посоветовали нашим зрителям? Телезрителям я желаю быть всегда молодыми и красивыми. И приглашаем всех к нам, к Ужвен-диспансер, где работает команда профессионалов. Спасибо большое. В эфире программа «Классный час» и мы продолжаем. Человек, который сейчас у нас в студии, не понаслышке знает о том, как сотворить добро и помочь людям. Мы рады представить тренера по оказанию первой помощи Гомельской областной организации белорусского общества «Красного креста» Анжелику Жукову. Анжелика Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем занимаются члены общества «Красного креста»? Я хочу отметить, что каждый член «Красного креста» является частичкой огромной сети международного движения «Красного креста» и «Красного полумесяца». И член «Красного креста» на своём рабочем месте, в своём трудовом коллективе делает очень много работы, неся принципы гуманности и милосердия. Он участвует в мероприятиях профилактических, направленных на охрану здоровья, в профилактических мероприятиях здорового образа жизни, делает много очень добрых дел, благотворительных для помощи людей, оказавшихся в беде. А как появилась эта организация? «Красный крест» имеет очень большую историю, и начинается она ещё с 19 века. В 1859 году во Франции, в местечке Сольферина, был большой бой, кровопролитный. Воевали войска Австрии и Франции. И погибло очень много солдат, более 40 тысяч. В это время, в этом месте находился швейцарский торговец по своим делам, и он оказался свидетелем вот этого страшного побоища. И его потрясло, что когда бой закончен, раненые солдаты, в огромном количестве сотни раненых солдат, остались лежать на поле боя, умирать от ран, от повреждений, от увечий. И никто не оказывал помощи. Это очень сильно потрясло. Этих людей можно было спасти. И он организовал мероприятия по помощи этим людям, из местного населения. И когда он прибыл домой, это идея о создании организации нейтральной, которая не зависит ни от политических процессов, ни от экономических. Организации, которые не будут ни от кого зависеть, но будут помогать раненым солдатам в бою. И в 1863 году был создан Международный комитет Красного Креста. И эта организация существует до сих пор и оказывает помощь людям, странам, у которых есть вооруженный конфликт. А чем занимаются волонтеры общества Красного Креста и в каких проектах они участвуют? Волонтеры Красного Креста – добровольцы, которые совершенно бесплатно помогают Красному Кресту, организации делать различные добрые дела. В различных мероприятиях они участвуют. Это могут быть мероприятия, направленные также на охрану здоровья населения, профилактика, ВЕЧ-спит в Республике Беларусь, туберкулез, другие неинфекционные заболевания. А также образовательные мероприятия, направленные на обучение молодежи, таких же волонтеров, как они сами, в противодействие торговле людьми. Различные благотворительные мероприятия направлены на оказание помощи вездуным категориям, сиротам, старикам, бедным, инвалидам, тяжелым, больным. То есть любой молодой и немолодой человек, придя в Красный Крест, может найти себя. Для нас, детей, всегда большущая радость подарок в канун Нового года. Акция «Елка желаний», в которой принимают участие волонтеры Красного Креста. Широко известно. Расскажите, как в ней поучаствовать и как она прошла в этом году? В этом году достаточно удачно прошла эта акция. Принимало участие и много волонтеров, и много организаций. Мы собрали очень много подарков. Эти подарки были подарены детям, находящимся в интернатных учреждениях. Детям-сиротам на дому, которые воспитаны, больным деткам, тяжелым. Кроме того, мы помогали не только детям, но и одиноким пенсионерам, больным, тяжелым, инвалидам, которые также находятся в домах, интернатах, в интернатных учреждениях. И не придет ни Дед Мороз, ни Снегурочка не подарит. Поэтому волонтеры наряжались в костюмы Деда Мороза, Снегурочка и дарили подарки радость и детям, и одиноким старикам. Мне недавно попалась статья о еще одной не менее удивительной акции с ярким названием «Волонтеры спешат на помощь». Это как раз тот случай, когда молодые могут помочь людям преклонного возраста, а те, в свою очередь, могут дать мудрый совет. Не так ли? Совершенно верно. Такие акции мы проводим, как правило, в осеннее время в рамках республиканской кампании «Забота». Больше практической помощи. Волонтеры приходят к одиноким, пожилым инвалидам, оказывают помощь по уборке в квартирах, в домах, при дворях, в заготовке дров. Может быть, там необходимо обрезать какие-то деревья, доставке картофеля, овощей на зиму. Очень много мы помогаем таким людям. И, кроме того, большое общение между молодым поколением и взрослым поколением, потому что мудрые житейские советы взрослых людей очень ценны для молодёжи. Расскажите, что вам известно о волонтёрах-клоунах. Они действительно существуют? Они действительно существуют. У нас есть новый проект. Волонтёры-клоуны приходят к больным детям, которые находятся в больнице на лечении. И не только веселят этих детей, но и создают определённую хорошую атмосферу в больничных палатах. И ребята спокойно принимают лечение, потому что клоуны веселят их различными конкурсами, фокусами, весёлыми историями. И детям легче перенести тяготы болезни в учреждениях здравоохранения. Я знаю, что на базе средней школы номер 47 города Гомеля с 1986 года действует единственный в республике музей Красного Креста. Чем он может порадовать своих посетителей? Действительно, этот музей – это большая гордость для нас. Как вы уже говорили, это единственный музей Республики Беларусь. Мы очень гордимся. Там собран большой биографический материал о лауреатах, международной медали. Флоренс Найтингейл о 38 лауреатах, 6 из которых проживали в Республике Беларусь, на территории Беларуси. Там очень много уникальных источников, подтверждающих деятельность сестёр милосердия в эпоху Великой Отечественной Верной. Там их личные вещи. Достаточно уникальный музей. Кроме того, недавно появилась новая экспозиция, которая была профинансирована Международным комитетом Красного Креста о деятельности всего Международного Красного Креста. Это есть только у нас в Гомеле. Один из важных видов работы общества Красного Креста – это обучение людей навыкам и методам оказания первой помощи. Уважаемые телезрители, буквально через несколько мгновений наши гости с коллегой, которая появится в этой студии, проведут мастер-класс о том, как своевременно оказать первую помощь. Не переключайтесь. Скоро будут летние каникулы, и в этот период ребята часто падают с велосипедов, с деревьев, травмируются, разбивают коленки, локти, у них идёт кровотечение. Поэтому очень важно уметь оказать первую помощь. И главное – не навредить пострадавшему. Поэтому даже если мы не знаем, как оказать первую помощь, то обязательно нужно вызвать скорую помощь. Это уже будет помощь. Очень важно знать, что если мы травмировали конечность и подозреваем, что это перелом, то мы не дёргаем, ничего не вправляем, вызываем скорую помощь и побуждаем пострадавшего находиться в состоянии покоя. Можно обложить подушками, какими-то там покрывалами, и ничего не двигать. Ждём скорую помощь. Она в любом случае приедет и окажет правильную помощь пострадавшему. Бывают ситуации, когда ребята кушают, разговаривают, и инородное тело попадает на дыхательный путь. Это очень опасно, потому что можно вздохнуться и умереть. Поэтому у нас очень мало времени для оказания первой помощи. Сейчас я покажу приём, который необходимо делать при непроходимости дыхательных путей. Сегодня у меня помощница, статист Анастасия. Она мне будет сегодня помогать. Анастасия кушала, поперхнулась. Вначале она кашляла, а потом инородное тело так стало у неё внутри, что она стала задыхаться. Необходимо встать вот таким образом возле пострадавшего, обхватить рукой, наклонить вниз и ударить пять раз по спине. Раз, два, три, четыре, пять. Я ударяю, конечно, слабо, но в самом деле будем ударять сильно. Подняли. Наша пострадавшая не пришла в себя, задыхается, ничего не произошло. Мы будем делать толчки в живот. Вот таким образом мы взяли руки и внутрь вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего не произошло. Мы опять опустили вниз, опять пять ударов. Раз, два, три, четыре, пять. Подняли. Раз, два, три, четыре, пять. Откашелась наша Анастасия, мы её спасли. Но перед этим мы должны были вызвать скорую помощь. Анжелика Владимировна, что случилось с девочкой? Наша девочка играла с острыми предметами, и ей народная сила попала в руку и застряла в ране. Наша задача не выдёргивать, ничего не поправлять, не нарушать. Как только мы вытащим, пойдёт очень сильное кровотечение. Мы вызываем скорую помощь, и нам необходимо зафиксировать это инородное тело. Мы берём два бинтика, обкладываем инородное тело и привяжем. Привяжем легонько, чтобы это инородное тело дальше не вошло в руку. Вот таким образом мы зафиксируем. И поедем в больницу, либо будем ждать скорую помощь. Мы видим, что у девочки уже другая рана. И расскажите, пожалуйста, как нам действовать в этой ситуации? У девочки сильное кровотечение. Нам необходимо срочно остановить кровь, потому что это угрожающее состояние для жизни человека. Вызываем скорую помощь и начинаем оказывать первую помощь. Будем накладывать давящую повязку. Вначале своей рукой накрыть. Пока я буду искать, чем мне завязать рану, мы будем использовать любые предметы, которые у нас есть под рукой. Я буду делать вот такой твёрдый компресс. Наложу его на рану, давить. Этот компресс будет давить на рану. Вот у меня есть такая большая пелёнка, шар. Всё, что угодно, всё, что есть под рукой. И привязать этот компресс. Очень туго. Узел сверху. Проверяем, чтобы не передавили сосуды. Наша давящая повязка, чтобы не передавила руку выше сердца. Да, держим. Ждём скорую помощь. Если вот это всё уже намокло, всё мокрое в крови, мы ничего не снимаем. Мы делаем опять ещё такой же компресс. Комком. Накладываем на рану. Ещё делаем одну повязку. И привязываем сверху. Привязали. Выше ручку, выше сердца. И вот таким образом будем ждать скорую помощь. Психологически поддерживаем пострадавшего. Большое вам спасибо. Было интересно. А главное – познавательно. А напоследок у меня вопрос. Если есть желание стать волонтёром и помогать людям, с чего вы посоветуете нам начать? Прийти в Гомельскую областную организацию «Красного креста». Там вы заполните анкету, и вам расскажут, чем можно заниматься. И волонтёр выберет себе любое направление, которое вам будет интересно. Дорогие друзья, чтобы сотворить добро, нужно начать делать его. Вместе с членами Гомельского отделения Белорусского общества «Красного креста» мы поговорили о волонтёрском движении и научились оказывать первую помощь пострадавшему. Сюша, ты любишь фастфуд? Обожаю. И какое блюдо из кухни быстрого питания тебя привлекает больше всего? Ну, наверное, бургер. Бургер. А ты в курсе, что бургеры, картошка фри, всякие соусы к ней в сочетании с газированными напитками – ну, это, так сказать, далеко не самая полезная пища? Это если каждый день ходить в заведение фастфуда. А если раз в неделю, то можно. Можно, если осторожно. Я вот тут загуглил и узнал, что принципы правильного питания закладываются ещё с детства. Это как? А вот так. Нужен режим. Ты есть то, что ты ешь, считал Гиппократ. Он полагал, что болезни – это результат нарушения питания, привычек и характера жизни человека. Давай проверим, правильно ли ты питаешься. Ну, давай. Принимать пищу нужно только тогда, когда ты испытываешь голод. О, я так всё время делаю. Молодец. Еда не принесёт пользу, если кушать через «не хочу». Пищу нужно тщательно пережёвывать. Ммм, бывает, что спешу. Кушать нужно только в спокойном состоянии. А когда расстроен, так хочется есть. Нервы заедать нельзя, так говорят диетологи. Лучше успокоиться и, пребывая в хорошем настроении, получить от еды удовольствие. Ещё важно кушать сидя и ограничивать приём пищи, ну, тремя блюдами. А я ещё слышала, что лучше есть чаще, но мелкими порциями. Всё верно. Главный объём съеденной пищи за обедом, а ужин отдай врагу. А если нет врага? Ну, съешь ровно столько, сколько хочется. Но останься при этом чуточку голодной. Да уж. А если голод приходит ночью? Тогда повесь замок на холодильник, ведь все знают, что кушать ночью вредно для организма. А у подростков это может привести к ожирению. Мне кажется, самое главное двигаться. Тогда и аппетит будет, и здоровье. Да, правильно. Активный образ жизни – это тоже один из принципов, без которого невозможно здоровое питание. Да, что-то есть захотелось. Ну, не переживай. Далее в нашей программе рубрика «Молодёжная кухня». Всем привет! В эфире рубрика «Молодёжная кухня». И сегодня в загородном ресторане «Корчма Абудьма» вместе с поваром Максимом мы будем готовить блюдо «Мочанка по-белорусски». С чего мы начнём готовить наше супервкусное и культовое блюдо «Мочанка по-белорусски»? Мочанку мы начнём сначала готовить с тета до блинов. Это самое основное, что идёт в нашу мочанку, ну, за исключением основного блюда. Для этого у нас уже всё подготовлено заранее, мы уже всё сделали. Вот. Осталось только всё это замешать и пожарить. Тогда приступим. У нас есть уже подготовлено заранее. Да, это литр кефира. Идёт четыре яйца, соль, сахар, сода, уксус и мука, естественно. Добавляем сначала четыре яйца. Можно сразу добавить соль, сахар. Максим, подскольки, пожалуйста, а правильно ли я разбиваю яйца? Яйца, да, правильно, потому что вообще любая домохозяйка, любой человек может легко и просто разбить яйца. Единственное, что их не нужно нажимать в кулаке, чтобы они не разлетелись по всей кухне. А так всё остальное правильно. Теперь нам необходимо их всё размешать. Этим уже займусь я, помогу. Отлично. Всё это перемешать. Затем добавить соду и потихоньку добавлять муку. Чтобы оно, во-первых, не было комочками. А какую муку лучше использовать? Пшеничная любого сорта. Ну, главное, чтобы не последнего самого. Потому что иначе они будут очень-очень невкусные. А у нас получается обычное тесто, и какой толщины у нас получится блин? Нет, это получится тесто не на обычные блинчики, а на специальные блинчики, они получатся толстые. И достаточно воздушные и нежные. Пойдёт сода, уксус, всё это гасится. Мы всё замешали. Видишь, оно у нас вспенилось. Теперь мы потихонечку добавляем муку. Это я доверю тебе. Я буду перемешивать. Чтобы не образовались комочки, нужно добавлять потихоньку. Я так понимаю, самое главное – это разбить все комочки и превратить их в появление. Да, да, да. Поэтому добавляйте всё это потихонечку. А у вас на кухне тоже помощницы засыпают муку? А, нет, у нас на кухне сугубо мужской коллектив, поэтому... Справляйтесь сами. Да, к сожалению. А можно я попробую поперемешивать? Да. Спасибо. Я пока возьму масло. Добавлю немножко масла. Ну, я всё. Ну, это достаточно тяжело вручную, на самом деле. А вот на кухне вы вручную перемешиваете или у вас комбайн? Да. Есть и комбайн, но вручной труд ценится больше, поэтому мы стараемся вручную. То есть я с уверенностью могу сказать, что у вас ещё и накачанный коллектив поворот, да? Ну, да. Видите, как здорово. Так, масло добавляем. Ну, я так понимаю, изюминка блюда заключается в начинке. Изюминка заключается в самом блюде, в принципе. Потому что это блюдо, которое идёт полностью с гарниром. Там есть и жидкая основа, то есть сам соус. Полноценный. Да, и мясо, и блины. А по калорийности оно сколько? Это кухня белорусская. И, в принципе, в белорусской кухне, как правило, ну, диетический блюд быть не должно. Раньше же был большой труд, работали руками, мололи зерно, собирали. Поэтому нужно было потреблять много калорий. Ну, в принципе, тоже верно. У нас, как бы, всё-таки белорусы народ рабочий, поэтому и особенно трудолюбимый. Да. Так, с тестом мы пока что закончили. И можно, в принципе, приступать к основному, это к самому блюду. Оно будет готовиться у нас на сковородке, и на сковородке оно у нас же и подаётся. Пока разогревается наша плита, Максим, расскажите, пожалуйста, второе составляющее блюда. Второе составляющее и самое главное у нас состоит из, во-первых, самого основного. Это наш фирменный соус сметанный. Туда идёт сметана, куркума, мука и вода. Это самое оптимальное и самое, ну, в принципе, сочетаемое из ингредиентов. Затем идёт лук, свинина и наши фирменные домашние колбаски, которые мы также делаем сами. Пока, ну, в принципе, всё греется, мы можем всё это нарезать, приготовить. И когда уже нагреется, уже, в принципе, сразу пожарится. Наша плита нагрелась, поэтому мы, в принципе, уже можем начинать готовить наше блюдо. Ставим в сковородку, как проверить, как она горячая. У нас есть вода, капаешь, нашипит, слышишь? Да. Поэтому сначала ставим в сковородку. Она нагреется очень быстро. Наливаем немножко масла. Можно сразу же положить лук. А не слишком ли много масла? Так по калориям не вкладываемся уже. Это белорусская кухня, поэтому масла много здесь не бывает. Теперь мы всё-всё вместе будем зажаривать или как? Да, сначала обжарится немножко лук, затем добавим мясо, затем колбаски. Потому что у нас, как бы, по готовности готовится всё по разным временам. То есть лук дольше всего, потом мясо, а потом колбаска, так как они уже готовы. В какой степени нужно обжаривать лук? До полуготовности. Когда он уже потихонечку начинает... До золотистой корочки. Да, почти. Лук у нас начинает потихонечку шкварчать. В принципе, можно добавить уже мясо, которое уже нарезано, подготовлено. Это говядина или свинина? Нет, это свинина. Наше блюдо уже поджарилось, поэтому мы можем добавить колбаску и, в принципе, залить соусом. Побавляю колбаску, я залив соус. Аккуратно только, чтобы не попали себе руки. Всё, это перемешать. Внизу добавляем соус. Какой у нас солнечный получился. Да, благодаря куркуме, которая находится в нашем соусе, она получается очень сверлая. Основное у нас готово. Мы, в принципе, можем начинать ожарить блины. Блин, кстати говоря, пожарился. Можно его перевернуть. Вкусовые же качества. Это никак не блин. На вкусовые нет, потому что, если ты его не спалила, то вкус от этого не испортится. Ну что ж, настал тот момент, когда мы можем попробовать нашу мочанку. Раньше я мочанку никогда не пробовала. Расскажите мне, как её есть? Её едят двумя способами. Наш обычный способ – это вилка-ложка-нож, но ещё её едят руками. То есть блин макаешь, берёшь этим блином мясо с колбаской и ешь. Можешь попробовать то, что ты приготовила? Я предоставлю право первенства вам. Мне очень вкусно. Появочий способ. А я, наверное, воспользуюсь более современным методом. Ну как? Мне кажется, получилось довольно вкусно, а самое главное – сытно. Всё-таки это белорусская кухня, и мы всегда готовим вкусно и очень сытно. Ну что ж, пришло время делать выводы. И я с уверенностью могу сказать, что национальное белорусское блюдо «Мочанка» подойдёт для любой компании. Потому что блинов получается много, а соус очень сытный. Готовьте в своё удовольствие. А с вами была я, Яна Менделева, и повар загодного ресторана «Корчма» «Будьма Максим». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»